Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на площадке пресс-центра МИЦИЗВЕСТИЯ. Сегодня у нас пресс-конференция посвящена Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта. Какие факторы провоцируют ожирение, к развитию каких заболеваний может привести ожирение и в целом избыточный вес. Кто в группе риска? Можно ли на сегодняшний день говорить об эпидемии ожирения в России? Об этом и о многом другом, я думаю, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я рада вам представить Наталью Георгиевну Мокрышеву, директора медицинского исследовательского центра эндокринологии и Минздрава Российской Федерации, члена корреспондента РАН. Добрый день, Наталья Георгиевна! Добрый день, Елена! И также я рада представить Валентину Александровну Петеркову, главного внештатного детского специалиста, эндокринолога Минздрава России, научного руководителя Института детской эндокринологии, МИЦ эндокринологии, Академика РАН. Добрый день! Добрый день! Первый вопрос, Наталья Георгиевна, вам. Давайте сначала попробуем в общем объяснить, что собой представляет ожирение и как вообще ожирение можно отличить от избыточного веса. Потому что я думаю, что не все понимают вот эти грани. Спасибо большое, уважаемая Елена, за то, что мы имеем возможность вновь поговорить об этой, по сути дела, глобальной проблеме. И возможность эта у нас появляется очередной раз в преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением. И мы вновь и вновь в последние годы и месяцы заостряем внимание на том, какое же бремя для мира, для России несет в себе эта проблема. И, конечно же, ожирение – это социально значимое заболевание. Мы хотим, и все эндокринологическое, прежде всего, сообщество, под руководством Национального центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, говорит сейчас изо днев в день о том, что проблема нарастает, проблема нарастает как снежный ком, и распространенность этого заболевания крайне велика. Взгляните, пожалуйста, у нас есть с вами данные о том, что во всем мире ожирение распространено крайне широко. С правой части слайда вы видите, что есть синие и очень темно-синие зоны. Вот это те зоны, те страны, те места, где зафиксирована уже статистически крайне высокая распространенность ожирения. И Россия не является исключением. И голубой наша зона, наша территория отмечается, к сожалению, не по, наверное, объективным данным, а фоново распространенность ожирения в России крайне высока. 40 миллионов россиян страдают ожирением в России. Это как минимум. Ожирением является состояние, когда соотношение массы и роста переваривает за некий предел. Это показатель, который мы называем индексом массы тела. И ожирение фиксируется тогда, когда оно превышает соотношение 30. Но, вот вы задаете вопрос, чем же отличается ожирение от избыточного веса. Честно говоря, мы, эндокринологи, не очень сильно делим эти два понятия, потому что избыточный вес – это предтеча ожирения, если не предпринимать определенные меры. Эндокринологи и все врачи на данный момент склонны к профилактизации заболевания, к акцентам на каких-то факторах риска, которые предрасполагают к развитию каких-то состояний. Так вот, предожирение распространено так же широко, как и ожирение. Избыточный вес крайне широко распространен. Почему для нас это важно? Потому что осложнениями этого состояния является целый каскад заболеваний, тяжелых заболеваний, которые крайне отягощают жизнь человека. Сахарный диабет, целый пул сердечно-сосудистых заболеваний, конечно же, прежде всего, артериальная гипертензия. Повышается риск развития онкопатологии. Риск развития бесплодия и для женщин, и для мужчин с ожирением – это тоже очень серьезная проблема. Камни в почках, камни в жалочном пузыре, жировой гепатоз, депрессивные состояния, низкая самооценка, вообще самоизоляция такая, социальная изоляция, низкий уровень занятости – это все сопровождает наличие ожирения у человека. И это ложится и на государство, и на человека самого как такового. Вот взгляните, пожалуйста, в разы увеличивается риск развития сахарного диабета при прогрессировании ожирения у человека. Если это ожирение третьей степени, то риск развития сахарного диабета болеет сахарным диабетом в этой стадии ожирения каждый пятый. Это крайне важные факторы, которые мы должны с вами учитывать. Я бы хотела, наверное, заострить внимание наше сегодняшнее с вами на том, что мы сами должны уже давно достаточно, но уже на зрелой ситуации, брать все в свои руки. Потому что наш образ жизни, наше повышение комфортности нашей жизни, наши, ну, все человеческие предпочтения, они идут к тому, что ожирение будет все больше и больше распространяться. Почему? Потому что человеку свойственно хотеть вкусненького, а это в основном сладкое и жирное. Человеку свойственно хотеть больше полежать или поехать на, допустим, на том же самокате. Вот я все время говорю о том, что так красиво Москва и так замечательно все средства, которые сейчас распространены, но огромное количество самокатов у метро стоит, и наша молодежь пользуется самокатами, чтобы добраться до места учебы или работы. Но если бы они прошли это расстояние, они бы потратили больше энергии. То есть все наши достижения цивилизации, они сами по себе предрасполагают к тому, чтобы увеличить риск развития ожирения. И, конечно же, наши техногенные достижения способствуют тому, чтобы увеличить риск ожирения. Взгляните, пожалуйста, обильная калорийность напитков и всех продуктов питания, широкое использование дешевых растительных жиров, дешевые калорийные подсластители в наших продуктах питания, вообще физическая нагрузка, замещенная технологическими решениями, о которых я уже сказала, это тоже бич, с которым связано развитие ожирения. Но что самое главное, как мне кажется на данный момент, врачебное сообщество осознает проблему риска развития осложнений на фоне ожирения, а вот пациентское сообщество и человек как таковой еще не очень серьезно зафиксировано. Взгляните, пожалуйста, среди врачей 88% говорят, что ожирение – это хроническое заболевание и воспринимают его как заболевание, с которым надо бороться, и оно имеет риски осложнений. А среди пациентов, взгляните, всего 32% воспринимают это как что-то из ряда вон выходящее. Поэтому, конечно же, наша с вами задача – это распространение фокуса на ожирение среди населения России и россиян. Взгляните, пожалуйста, с нашей точки зрения решение проблемы ожирения медицинское сообщество в тандеме с пациентами будет решать определенным образом, разумеется, выполняя качественно свою работу. Но если мы не выйдем на государственный уровень, если мы не внедрим в федеральную программу профилактики и лечения ожирения, если мы не сформируем активную позицию населения, направленную на сохранение собственного здоровья, то мы, к сожалению, очень долго будем не очень эффективно работать с этой проблемой. Закрепление ответственности самого россиянина за собственное здоровье тоже поможет нам справиться с этой проблемой как можно более интенсивно. Ну и, конечно же, введение ограничений различных мер на рекламу сладких, жирных, каких-то других вредных продуктов – это тоже очень важный момент, потому что есть наблюдения, которые свидетельствуют о том, что ожирением страдают люди, наиболее подверженные рекламе, наиболее фиксирующиеся на каких-то провокационных привлечениях к использованию какой-то пищи или какого-то образа жизни. Ну и, конечно же, глобальное решение в России проблемы с низкой физической активностью россиян как таковых – это тоже очень важный аспект, на котором мы хотели бы остановиться. К сожалению, Россия в последнее время очень сильно уменьшила количество и физической активности в учебных учреждениях, и популяризацию спортивной нагрузки, и спортивных школ. Количество стадионов на российского жителя гораздо ниже, меньше, чем в других развитых странах. Это очень важный аспект, который, если мы не решим… Ну и вот таких пунктов достаточно много. И мы считаем, что об этом нужно говорить на государственном уровне, что, собственно, в последнее время происходит и в преддверии дня борьбы с ожирением. И сегодня мы знаем, что и на уровне правительства, и на уровне Министерства здравоохранения эти вопросы поднимаются. Национальный центр эндокринологии в прошлом году вышел с инициативой Министерства здравоохранения с выведением ожирения на уровень социально значимых заболеваний, и это сейчас очень активно обсуждается. Взгляните, пожалуйста, ожирением страдает треть россиян. Но, что самое важное, избыточный вес еще столько же россиян имеет. То есть здоровых людей без каких-либо нарушений веса у нас всего 30%. Да, на самом деле цифры действительно впечатляют. И вот еще прежде, чем углубиться дальше в обсуждение проблем, мне бы, если возможно, мне бы хотелось к первому слайду вас вернуть, потому что он очень интересный. Зависит от наших модераторов, я с большим удовольствием говорю. Хотелось бы вот рассмотреть его подробнее. Я обратила внимание, что вот эта вот зона вся синяя и голубая, практически вся, кроме, если я не ошибаюсь, Африки. И, по-моему, там Китай входит. И в связи с тем, что, да, вот смотрите, это получается Африка, да. Вы просто сказали о том, что, ну, одним из факторов главных, да, является вот наша такая погруженность в техногенный комфорт и так далее, да. И получается, что вот действительно в Африке, да, там все желтое, там нет, да, как таковое. Или это не связано? Почему так интересно распределяется вот эта картина? Это данная Семерная организация здравоохранения. О чем она говорит? Здесь еще отражает уровень статистического учета и внимания государства к проблеме. Взгляните, пожалуйста, очень маловероятно, что в этих светлых зонах так редко встречается ожирение. Вероятнее всего, что учет и охват пациентского сообщества и фиксирование на этой проблеме крайне низкий. Соединенные Штаты Америки, вы видите, да, очень яркая сейчас фиксация на этом вопросе. Они тоже занимаются этой проблемой. И статистический учет у них автоматизированно происходит более четко. Но Россия, что занимает наше с вами внимание, практически повсеместно, очень широко. Там даже нет желтых никаких вкраплений. Зон таких с менее ярким распространением. Конечно, есть определенные территориальные особенности. Но так или иначе, в среднем в России крайне распространена проблема ожирения и избыточного веса. Вы видите, до 70% населения. Это просто бич какой-то получается мировой. Действительно, вот мы как-то об этом редко думаем. Вот, действительно, нужно, наверное, этой проблеме больше внимания уделять. Валентина Александровна, а что касается детского ожирения, расскажите нам, пожалуйста, вот какова статистика в России, настолько же, настолько ли эта проблема актуальна, как у взрослого ожирения? Или там все немножко, может быть, получше? Вы знаете, конечно, в Всемирной организации здравоохранения есть такая программа, она называется по-русски ликвидация детского ожирения. Такая несознанная задача, чтобы ликвидировать детское ожирение. Наталья Георгиевна говорила, посмотрите, 60% людей взрослых, они имеют ожирение. Как я могу сказать, там, 80-летней женщине с 100 килограммов, она жалуется, что у нее болят суставы, что у нее вот печень, желудок. Сказать ей, вот вы делаете тысячу шагов в день, вот вы на велосипеде катаетесь, невозможно. То есть, потому что ей это уже не под силу, у нее уже все осложнения ожирения. Вот нужно к ожирению относиться как к болезни. То есть, все вот эти проявления, и суставы, и печень, и гипертония, они сахарный диабет второго типа, который след за ожирением идет, и уже к этому возрасту мы имеем все эти отношения. Значит, мы не должны, вот наше основное направление должно быть нацелено на молодой возраст, на профилактику, да? И поэтому, вот, Всемирная организация здравоохранения озаботилась этой проблемой, что нужно у детей уже прививать вкус к здоровому образу жизни. Нельзя только детям, это должна быть вся семья, правда? То есть, справиться только врачам с этим невозможно. Вот посмотрите на эту карту, вы действительно очень хорошо заметили, что у нас есть там вот такая в серединочке, да? Самый высокий процент – это те страны, которые вокруг Средиземного моря. Вот, казалось бы, там Средиземноморская модная диета и все прочее. На самом деле, самая высокая распространенность детского ожирения – это Португалия, это Испания, да, вот, это Италия. То есть, вот, казалось бы, да, и море, пицца, макароны, да, вот это все. Да, бегай, что хочешь делать. Вот, значит, поэтому, конечно, я-то работаю уже больше 50 лет с детьми, и когда я начинала, проблем с ожирением практически не было детского. То есть, занимались, наоборот, гипотрофией, да, так как выходить ребенка, который, в общем-то, с маленьким весом. А вот сейчас это очень большая проблема. Наша страна тоже в возрастской программе участвует, но я могу сказать, и без возрастской программы всегда внимания к этому было. И во многих городах, во многих регионах нашей страны проведены такие исследования. На сегодняшний день мы констатируем, что 21% уже поступающих в первый класс, семилеток, имеют избыточную массу тела. И 6% детей имеют ожирение. Ну, вот у нас в клинике, вы можете прийти, в ваш институт, 3 года, а вес-то 42 килограмма. Мы с вами 17 лет ребенку, а вес-то у него 120 килограмм. Понимаете? Ну, это почему такое? Конечно, может быть, бабушки, которые голодали во время войны, откамливают. Но вот наша самая главная задача, что если в детстве мы сможем заняться профилактикой, а уже вот в пожилом возрасте это будет очень поздно. Это уже будут все осложнения. Вот Наталья Георгиевна рассказала, что смертность у этих больных, мы их констатируем от инфаркта, от гипертонии, от печеночной недостаточности, подагра и все прочее. А они все как следствие сахарного диабета второго типа. Что там говорит, 10 миллионов нашего населения имеют сахарного диабета второго типа. А это все только за ожирением. Как только они снижают вес, у них и диабет второго типа проходит. Понимаете? Значит, если бы он не был толстый, не было бы у него никакого диабета второго типа. Поэтому говорить, что это совершенно правильный термин. Во-первых, первое, что это эпидемия. И второе, что это болезнь. И относиться надо приучить людей, чтобы они поняли, что это болезнь. И надо молодые родители, бабушки, которые уже сейчас довольно молодые, чтобы они были нацелены на то, чтобы дети с самого детства приучались к здоровому образу жизни. Одним врачам не справиться должны обязательно школы, учителя, социальные работники. И, безусловно, самая большая ответственность и самая большая надежда на пропаганду именно печать, телевидение и все прочее, когда человек внушается. Вот мы, наверное, обратили внимание, все-таки в этих залах тренажерных, они ведь все не пустуют. И молодежь, в общем-то, все больше и больше этим увлекается. И это заслуга СМИ, заслуга врачебного сообщества пропаганды и этого здорового образа жизни. Но пока этого недостаточно, надо усилить это. Мы надеемся на вашу помощь. Скажите, пожалуйста, ну вот где тут порог, после которого я должна понять, или вот, ну, любой взрослый человек, или родители ребенка, что все, нужно идти к врачу, что это уже не норма? Вы знаете, во-первых, существуют таблицы. В нашей стране и в советское время, и, слава богу, это сохранилось и сейчас, идет ежегодная диспансеризация всего детского населения. Ежегодная диспансеризация детского населения. В детских садах, в школах, неорганизованные дети в поликлинику приходят. Это обязательно, да? А перед армейской, там, в 15, 16, 17, 18 лет, проходят обязательно все диспансеризацию, очень такую углубленную. И поэтому уже даже на первом году врачи-педиатры отмечают, ага, у тебя вес не 8 килограмм, а уже 10, а всего 9 месяцев. Значит, вы переедаете, сладкие смеси замените на несладкие и так далее. Поэтому это надо начинать с пеленок. И это действительно очень легко контролировать. Вот, говорю, у нас есть такой хороший показатель, индекс массы тела, который у нас есть нормативы. Это не значит, что одна цифра. На нижней границе нормы, верхней границе нормы. Перешел за верхнюю, что-то надо менять. Да, понятно, Наталья Георгиевна, а взрослым как? Вот когда человек должен понять, что надо, наверное, с этим что-то делать? Какие симптомы? Мы можем с вами говорить о симптомах, но все эти симптомы практически, как уже сказала Валентина Александровна, это последствия, это осложнения. Это говорит о запущенности ситуации. Если вы поднимаетесь с задышкой на пятый этаж, если вы видите, что у вас подскакивает артериальное давление и начинаются головные боли, вы чувствительны к перепадам погоды. Если вы сложно и вообще питаетесь, вы видите, не совсем так, как рекомендует врач, это, конечно же, все повод задуматься и оценить. Но если складка на передней брюшной стенке превышает то, что рекомендуется различными аспектами красоты современной, это все-таки, ну, с моей точки зрения, не тот повод, который должен вас побудить идти к врачу. Это нужно просто пресс подкачать немножко. Может быть, иногда надо просто пресс подкачать. Но я хочу вернуться к тому, что сказала Валентина Александровна. Здоровье, в принципе, здоровье человека – это его личная ответственность. И сейчас создана система диспансеризации, система медосмотров и в детском сообществе, и в различных, и возможность диспансеризации для взрослого человека. Ежегодное прохождение контроля, такого скрининга, оценки своего состояния здоровья поможет вам как можно раньше зафиксировать свое внимание на каких-то отклонениях. Почему? Потому что сейчас в вот этот осмотр включены показатели липидного спектра крови. Если холестерин выше, чем нормальные показатели, это тоже уже повод задуматься. Либо с кардиологом поработать, либо с эндокринологом, чтобы подкорректировать какие-то нарушения жирового обмена. И тогда вы предвосхитите, может быть, развитие ожирения у себя и увидите, внедрите в свою жизнь какие-то дополнительные меры. Если у вас индекс массы тела превышает 25 в идеале, ну и тем более 30, тогда это, конечно же, повод обсудить свое здоровье с эндокринологом прежде всего. Но сейчас идет очень большая работа для того, чтобы повысить внимание врачей первичного звена, терапевтов, педиатров, врачей общей практики, в том числе и на индексе массы тела, как минимум. И погружен этот показатель во все системы анкетирования и диспансерного осмотра. Раньше, может быть, меньше на этом фиксировались. Сейчас этому уделяется большее внимание. Я считаю, это большое достижение. Именно поэтому мы стали с вами получать нарастание распространенности ожирения, в том числе. И статистические данные, они, так скажем, более объективизируются. Но если у человека уже есть, как я уже говорила, повышение артериального давления, нарушение, допустим, какие-то со стороны желудочно-кишечного тракта, если у него есть проблемы с мочеиспускательной системой, если у него есть ветер жирение, как вы видели, это предрасположенность и, например, к тому же бесплодию, к проблемам репродуктивной сферы. Если у мужчины есть проблемы с сексуальной сферы, если у женщины есть какие-то нюансы, которые она не связывала никогда со своим весом, стоит задуматься, не является ли причиной этого всего. Может быть, чуть более курпулентное телосложение, так мы иногда это называем. Я думаю, что мы должны, конечно же, фиксировать иммание на трёх категориях россиян, прежде всего. Это прежде всего детская популяция, это дети, которые свои привычки, свои постулаты в дальнейшей жизни закладывают в семье. И не случайно в Национальном центре эндокринологии сейчас создана семейная школа борьбы с ожирением, профилактики ожирения. К нам ходят с семьями для того, чтобы подкорректировать свои пищевые пристрастия, привычки, режим активности физической. Ну и, в принципе, обучиться. У нас есть специальные школы для тех, кто хочет справиться с этой проблемой в семье. Вторая категория – это обязательно беременные женщины или семьи, которые планируют детей. Уже известно хорошо, что прежде чем войти в стадию беременности, в этап беременности, конечно же, хорошо провести обследование. И если женщина страдает избыточным весом, то надо понимать, что если она скинет несколько килограммов и снизит свой вес, и беременность наступит на фоне более низкого веса, то перспективы этой беременности, этого ребёнка также улучшаются. И, конечно же, это лица, которые переступают порог 45-50 лет у женщин и 55-60 лет у мужчин. Это так называемые периоды гормональных изменений, потому что старшая возрастная группа, женщина, входящая в менопаузу, мужчина, у которого начинается андропауза, то есть это этапы, которые характеризуются снижением уровня половых гормонов, они всегда сопровождаются перестройкой метаболических процессов. И, прежде всего, жирового и углеводного, и риски развития всех заболеваний, о которых мы сегодня с вами говорим, в разы увеличиваются именно в эти периоды жизни. Вот на этих трёх группах я бы фиксировала внимание прежде всего. Не случайно сейчас очень большое внимание и со стороны эндокринологического сообщества, и со стороны государства уделяется именно детскому ожирению и рискам развития различных заболеваний у детей. Валентина Александровна, коллеги, которые следят за нами онлайн, просят уточнить всё-таки по статистике, во-первых, по общей статистике детского ожирения по России и конкретно по регионам. Может быть, есть какие-то регионы, которые в лидерах антирейтинга. Вот мы когда готовились к пресс-конференции, мы выяснили, что в лидерах у нас Петербург, что там какие-то цифры просто... Петербург, Санкт-Петербург, да. Что первое место занимает город по числу людей с ожирением, которым от 15 до 17 лет. Так ли это? Приведите, пожалуйста, конкретные цифры. Ну, если честно, данные Санкт-Петербурга в этом плане не знаю. Кто сказал, что они самые лидеры? Нужно сказать, что в каких регионах... Практически почти нет регионов. В Томске огромный пласт исследований. В Ижевске, то есть в Удмуртии, в Чувашской республике, в Нижний Новгород, в Дагестане, в Москве, в Свердловске, то есть где вот только за последние годы приблизительно везде 1 и тот же процент. Что у детей избыток где-то от 21 до 24 процентов, да, избыток веса, а ожирение от 6 до 8. Раньше мы всегда показывали. Вот у нас как бы странами Западной Европы практически приблизительно одинаково, исключая вот эти страны средиземноморские, где, например, в Фортугалии 41 процент избыточной массы тела, у детей 7 леток. Да, ну вот сейчас, когда с ковидной ситуацией, все отмечают, кто проводил исследование, сейчас Всемирная организация здравоохранения тоже подключилась к этому исследованию, как эти два года повлияли на рост детского, наверное, они же сидели по домам, то есть мало двигались, мало было общественных всяких мероприятий, соревнований и тому подобное, что, наверное, возрастет. Но пока данных таких нет, только предположения. Вот, а в принципе рост действительно отмечается, безусловно. Если взять данные там 20-летней давности, 30-летней давности, нужно сказать, что, несмотря на все трудности в Министерстве здравоохранения нашем, все эти данные по диспансеризации детского населения, они все есть за все годы, и мы можем это сравнивать. Оно действительно нарастает. Ведь, понимаете, производство, технология производства пищевых продуктов настолько разделась, что, безусловно, уже какие-то изыски, да, которые привлекательны по внешнему виду, которые и по вкусу привлекательны и так далее, это тоже, как бы, эти технологии, они являются тоже причиной того, что и попугательная способность росла вот от года населения. И поэтому, конечно, это вот действительно питание, любое ожирение, у нас есть такие формы ожирения, которые генетически обусловлены, да, тяжелые болезни, их мало. Вот в Лондоне доктор всю жизнь собирает генетические формы ожирения, тяжелые, когда поломка, известен ген и так далее. И то ей 300 больных не удалось набрать таких, понимаете. Вот, но они есть, они существуют, мы это знаем у нас в институте. Для всех уголков нашей России делается бесплатно генетически для детей генетические обследования. Причем, все, что известно про гены сегодня, которые вызывают болезни эндокринные, в том числе ожирение, все это у нас делается. Все, все до одного гена, любой. Вот, экзомное секвенирование, геномное секвенирование. То есть мы, да, вот неожиданно мы на обходе разбирали, ребенок 3 года, 52 килограмма. Ясно, что какое-то, в общем, совершенно родители худые. То есть какое-то патологическое ожирение. Послали на экзомное секвенирование. И к нашему изумлению мы увидели, что у него страдает ген. Мы знаем, какой он. У него не было проявлений этой болезни, других проявлений. Псевдогипопаратериоз. Да, этот ген у него оказался нарушенным. Но никаких нарушений со стороны кальция и фосфора, что типично для этого пока еще не было. Вот, поэтому, конечно, это другой вопрос. Мы сейчас говорим об ожирении, об эпидемии, вот, которая только от питания. И от малоподвижного образа жизни. Каким бы ни было ожирение, первый способ лечения – это, конечно, ограничить поступление калорий. То есть, когда приходят мамы или бабушки, что они хотят от врача? Дайте мне таблетку, чтобы ребенок похудел. Нет у меня такой таблетки. Вы должны кропотливо, ежедневно контролировать питание. И вот я не говорю, не следователь. Я не говорю, что у вас ребенок… Все говорят, что ребенок мало ест, когда толстый ребенок, полный. Значит, вот вы… А для него вот то, что он ест, много. Я не говорю, что он ест у вас очень много. Он ест, вы считаете, мало, а полнеет. Значит, надо еще уменьшить. Это абсолютно верный способ лечения. Сейчас есть способы лечения, конечно, таблетки. Что мы у детей не рекомендуем, потому что с этим вмешательство всегда, конечно. И каких-то этих таблеток без побочных действий практически не бывает. Есть еще логические методы лечения. И в нашем институте мы прооперировали. Вот при таком, когда 120 килограмм в 17 лет, и ничего он не может с собой сделать, прооперировали с хорошим эффектом. Это тоже есть. Но, конечно, это же калечащая операция. Понимаете? Вы делаете операцию, там удаляете часть желудка, или, в общем, весь желудок, для того, чтобы человек меньше ел. А это, конечно, мы калечим. Но ради того, чтобы… Потому что от такого ожирения он умрет значительно раньше. И поэтому мы должны с вами все силы направить только на противоартику. Виндзин Александрович, все-таки цифры, может быть, скажете? Абсолютные цифры и в процентах. Ожирения? Да, детского, в России. Я вам уже в третий раз повторяю, что у нас 6-8%. Значит, вот какая у нас разница, я сказала, со странами, что в европейских странах, по данным ВОЗ, значит, ожирение чаще встречается в бедных семьях. У нас вот с ними единственная разница, что у нас получается, что более обеспеченные семьи имеют более частую ожирение, распространенность. Это первое. Второе, что тоже очень хорошо изучено. То есть опрашиваются, то есть такие огромные опросники, там все, и учителя, и все участвуют в этом. Что, конечно, мало потребляют. Дети вообще не очень любят овощи и фрукты. И все, это тоже, что, конечно, потребление детьми овощей и фруктов, оно, безусловно, оставляет желать лучшего. Второй вопрос, который, конечно, очень много, мало занимается семья вместе с ребенком. Такой вопрос, как часто вы вместе с ребенком ведете активный образ жизни? Катаетесь на велосипеде, плаваете, все. Кроме отпуска, как правило, никто ничего не отмечает. Вот это вот тоже надо развивать. Я, ты, там, папа, мама, дружная семья. В спорте, раньше это было даже в советское время, очень распространены вот такие соревнования по школам и все. Это надо возобновлять и действительно очень пропагандировать. И, конечно, огромный сейчас, я понимаю, что интернет – это прогресс. Мы без интернета, это, конечно, сейчас никто не мыслит. И мы всю информацию получаем профессиональную, оттуда очень в большом объеме. Но все-таки дети проводят в интернете, проводят за этими компьютерными играми очень и очень большую часть времени. Это тоже одна из причин. То есть, если вы хотите регионов, пока вот именно регион, который был бы вот таким вот прям передовым только по… Такого нет. Позволите присоединиться. Витяна Александровна, ведь та нацеленность на социально значимое заболевание, на ожирение, она и позволит нам улучшить и информированность государства о том, как распространено ожирение, и собирать более достоверную статистическую информацию. Потому что сейчас, поскольку нет такого глобального привлечения внимания к этой проблеме по всей России, то и данные отрывочные достаточно. Я могу сказать, что в мире в пять раз от 4 до 20 практически процентов за последние 30 лет увеличилась распространенность детского ожирения. В пять раз. И Россия наверняка не выпадает из этой обоймы. Но статистической информации, как мы с вами уже обсуждали, просто у нас такой системной нет. На данный момент в анкету Росстата включен показатель индекса массы тела, и мы надеемся, что в ближайшее время эти данные будут более объективны, и мы с вами сможем сказать, какой регион лучше, какой хуже. Разумеется, сказывается какая-то этническая особенность питания, этническая особенность активности жизненной. Какие-то особенности климатические, какие-то социальные аспекты регион от региона отличаются. Но то, что Санкт-Петербург сейчас возглавляет линейку по ожирению, и там самое большое количество ожирения среди детей, это, конечно же, статистический перекос. Потому что Санкт-Петербург сейчас заострил внимание на учете детей с избыточным весом и ожирением. Когда все остальные регионы подключатся к этой системе, это тоже нам даст с вами в разы возрастание количества случаев ожирения у детей в том числе. Я могу сказать, что в ближайшие 30 лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России. И в России в том числе. Потому что мы знаем с вами риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они составляют около 20-30% причин смерти у россиян. Если мы говорим о пациентах с сахарным диабетом, так это больше 40 случаев смерти от сердечно-сосудистых событий, чуть меньше от онкологических процессов. Ожирение предрасполагает ко всем этим нарушениям. Поэтому и бремя на экономику страны, и затраты, и вообще потеря ВВП, это тоже все мы ожидаем. И ожирение играет в этом не последнюю роль в качестве жизни россиян, в продолжительности жизни россиян. И если мы сейчас вот этот вот не раскрутим клубок, не выведем на государственный уровень решение этой проблемы, то мы и будем пожинать плоды этой патологии еще долгие годы. Скажите, пожалуйста, а точных цифр, вот какое место мы занимаем в рейтинге мировом, тоже нет, да, из-за того, что у нас нет точной статистики? Нет, почему? Всемирная организация здравоохранения публикуется ежегодный отчет, и у нас тоже, где все страны по этому, вот я вам говорю, на первом месте Португалия, Испания, по детскому ожирению, по Соединенные Штаты Америки, хотя единственная страна, которой удалось приостановить рост ожирения у детей, это Франция, приостановить рост. Но даже Франция, Великобритания, все отмечали рост ожирения, и у всех не меньше 20% избыточной массы тела у детей, да, а где-то в районе 6-8, а вот эти страны средневноморские 12-13% ожирения дают. Россия на каком месте у нас по детскому и по взрослому? На среднем, на среднем, на 32-м месте. Это по детскому или по общему? По детскому. А по общему или где-то такого? По общему не в рейтинге, да? По детскому. Ну, вы знаете, все ведь зависит от возраста. Вот я помню, в ваших газетах известия я читала, называлась «Люди годы жир». Такая картинка, я даже ее пересняла и показываю на слайды, что старше 70 лет, значит, ожирение больше 70% у взрослых. А до 20 лет, там, где-то 6-5%. А сейчас я забыла, вот сколько, от 40 до 70 еще возрастает, а старше 70. Мы работали в домах престарелых, как волонтеры, я с молодыми врачами. Понимаете, там второй тип диабета был, я не знаю, почти у всех, потому что все были очень полные. Мало двигались там люди? Нет, пожилые люди. Пожилые люди, да. Старше 70 лет, очень трудно найти человека нормального веса. Но как раз закладки... Вы видите это в транспорте, где хотите. Да, 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 и Валентин Александр абсолютно верно говорит нам о том, что закладки нашей будущей жизни и нашего состояния здоровья во взрослом состоянии, и в зрелом, и в старшем возрасте, это, конечно же, все закладывается и в семье, в детском возрасте, и в коллективах, где пребывают дети во время обучения. Но у нас количество уроков физкультуры в школах и в учебных заведениях сокращено катастрофически в последнее время. Они заменены какими-то другими предметами, но дети не приучаются. Действительно, в советское время были нормы ГТО, были определенные системы принудительного вызова на физическую активность. И если ты не был успешен в спорте, как сейчас во многих странах, то у тебя рейтинг в сообществе также снижается. У нас вот это, и вот, к сожалению, у нас стерлась вот эта парадигма, и ее надо обязательно восстановить. И я думаю, что в ближайшее время максимально уделить этому внимание. Два-три раза физкультуры в неделю – это мало в школе? Два-три раза физкультуры. Вопрос, как проходят уроки физкультуры, вопрос, какие для этого есть условия в школах, и чем занимаются дети. Раньше были уроки физкультуры, по-моему, не буду обманывать, три-четыре раза, три раза в неделю. И в выходные дни вот эта вот активность физическая, она также постоянно организационные какие-то мероприятия тоже присутствовали. Были целые олимпиады, какие-то различные централизованные сборы. У журналистов в зале есть вопрос. Пожалуйста, мы предоставим слово. Добрый день. Иван Александрович из газеты «Советник президента». Наталья Георгиевна уже слышала эту историю от меня. Но я сегодня ее коротко продолжу для остальных и с добавлением. Не так давно прочитал книгу «Умным диеты не нужны». Вот я так понял, скандинавская диета тоже не очень-то работает. Да если бы они работали, их, наверное, не было бы так много. Нам же не нужна 7-8 таблиц умножения. Если есть работающие, достаточно. Если их много, значит, что-то здесь не так. Вот после прочтения книги я решил проверить. Собрал за последние 10 лет фотографии нобелевских лауреатов в полный рост. И обратил внимание, что, ну, понятно, что они умные, но близкие лауреаты. Но 89% из них стройные. Я решил продолжить эти поиски. И посмотрел вчера, честно говоря, уже устал нажимать на кнопку. Потому что после 500-й фотографии я понял, что я уже не найду ничего нового. 30 лет идет передача «Умники и умницы». Там фотографии тоже в полный рост. На каждой из них где 3, где 5, где 20 человек. Вы знаете, ни одной фигуры умника или умницы с лишним весом. Ни одной. Вот как вы думаете, есть какая-то связь? Если да, то какая? И было бы интересно, если бы Наталья Георгиевна ответила в «Умниках и умницах», а в «Антене Александровне» о нобелевских лауреатах. Почему нобелевские лауреаты не страдают избыточным весом? Я бы так, наверное, сформулировала. Ну, насчет... Хоть и была в этом музее нобелевских лауреатов, и было очень приятно, как представлены наши русские нобелевские лауреаты, в общем, очень хорошо представлены. Я вот, понимаете, вот современных нобелевских лауреатов, чтобы не было полных, не знаю, наверное, бы это лучше. Но я могу вам что сказать, что вот я еду в санаторий, у них там история санатория. 30-е годы фотографии, все медсёстры, все стройные, худые, потому что голодали мы, да? А вот вам сейчас все одна другой краше. Вот, но я, мне казалось наоборот, что мозг потребляет, он как бы больше всего потребляет в организме, это мозг глюкозы. Ему нужно очень много глюкозы, и поэтому как бы умные люди очень любят сладенькое, понимаете? Поэтому мне казалось, как раз среди умных людей довольно часто встречается избыточная масса тела. Вот, но я с вами не могу спорить и не могу сказать, что умные люди всегда стройнее. Нет, ну, из моего жизни опыта, статистикой такой не обладаю. Ну, если вы мне задали вопрос об умницах и умниках, я думаю, что здесь какой-то закономерности я тоже не наблюдаю яркой, но тем не менее мы можем рассмотреть физиологию процесса. Если человек занимается физически активен, у него лучше кровообращение, лучше кровообращение в мозгу, у него быстрее проходит нервный импульс в нервной клетке, он более сообразителен. И вот эти вот молодые люди, которые, дети, которые обладают и имеют приверженность к активному образу жизни, они не сидят подолгу, я не знаю, они наверняка очень активны, у них и мозг работает быстрее, они сообразительны. Это и темперамент, это и закладки определенные, генетические предрасположенности, это и образ жизни в семье, и привычки питательной, приема пищи и физической активности. И то, о чем я все время говорю, это, конечно же, те заложенные принципы в семье, которые передаются из поколения в поколение. Если мы не будем активно участвовать с нашими детьми в их развитии, интеллектуальном, физическом, любом другом, если мы не будем подавать собой пример, то все наши попытки справиться, излечить ребенка от ожирения, или самим справиться с этим, это все будет искусственное преодоление, постоянное преодоление. Нужно уйти на позицию, что жить надо активно. Тогда и мозг будет работать очень активно, и повысится коэффициент полезного действия его работы. Тогда и здоровья будет больше, и оптимизма будет больше. В наше тяжелое время это крайне важный момент. И, конечно же, нельзя не вспомнить о COVID-19, о той страшной истории, в которую вошел весь мир, который нам показал, что люди, страдающие избыточным весом и ожирением, это всегда группа риска развития и более частой COVID-инфекции, и более тяжелых осложнений, и более высокой смерти. Пациенты с сахарным диабетом, страдающие ожирением, это прежде всего, это основная масса погибших от COVID-19. Ну и так далее. Надеюсь, что я ответила на Ваши вопросы. Валентина Александровна, вот Вы сказали, что нет такой таблетки, которая поможет от ожирения, но наверняка все-таки есть такие продукты, которые точно нельзя, или которые лучше было сократить потребление. Вот у нас дети-подростки сегодня обожают фастфуд, бургеры, всякие вот эти вот гамбургеры, картошка фри с соусами, вот эти газировки все сладкие. И принято считать, что это именно ведет к нарушению обмена веществ, да, или к избыточному весу, так ли это? Или преувеличены страхи, вот, насчет фастфуда? И в целом, все-таки, какие продукты Вы порекомендуете вот детям, предрасположенным к лишнему весу, сократить? Или, может быть, совсем не включать в рацион? Вот какой-то конкретный... Я вообще думаю, что все прекрасно знают, наверное, что, конечно, если съешь пирожные, когда же говорят, да, до 5 минут наслаждения, и потом всю жизнь лишние килограммы. Но все дело в том, что самое главное – научить человека ограничивать себя, да? Ведь не важно, что он съел гамбургер, важно, сколько он этих гамбургеров съел, и какой он величины. Блины ли, или гамбургеры, или котлеты? То есть разницы в этом нет, если их много. Вот, понимаете? То есть подсчитывать как бы в уме. Это надо, может быть, учить. Вот они учат таблицу умножения? И также можно проводить уроки и научить. А как считать, сколько калорий я должен, а сколько, вот какое что? Вот сколько я съем кусков хлеба, сколько кусков сахара и так далее. Понимаете? Безусловно, надо приучить к тому, что, конечно, лучше всего жажду утолить простой водой, а не сладкой водой. Ни киселем, ни морсом, ни ситром, ни пепси-колой. Я не борюсь с пепси-колой, потому что это полезный напиток. Это пепси – это трава, которая улучшает пищеварение. То есть индейцы когда-то ее придумали. Вот. Но если выпить бутылку литровую, то, конечно, в ней сахара. 20 грамм на 100 грамм. Представляете, сколько сахара в этом литре? Да, это очень большое количество. Столько же будет и в квасе, столько же будет и в компоте и так далее. То есть научить человеку нельзя. Вот если вы спросите любого ребенка с ожирением, он выпивает этой маме, скажет вам, он так мало ест, сколько он у вас выпивает вот сладкой воды? Он выпивает не меньше двух литров в день. Именно сладкой воды. А это приучать надо вот именно с детства. Что ты хочешь пить – вот вода. Пожалуйста. А не сладкая вода. А сладкое там можно по праздникам, на завтраке там. Это все. Это все дело в том, что, безусловно, фастфуд, перекус на ходу, конечно, хуже, чем хорошая салата и хорошая отбивная. Но это не всем по карману. Фастфуд ведь, в общем-то, более дешевая еда. Понимаете? Поэтому с этим приходится считаться. Надо приучить. Можно съесть, конечно, сосиску с хлебом, но может один кусочек хлеба отбросить или так. Понимаете? И все зависит. Ведь мы должны это пропагандировать, но и учитывать социальный статус, возможность какую. Мы говорим, вот он не ест овощи. Ну хорошо. Например, кислая капуста, квашеная капуста, которая на Руси, в общем, традиционно всегда, да, она же, в общем-то, полностью покрывает суточную потребность витамина С. И это, в общем-то, свежеприготовленный овощ. Да, там, и, кстати. Ну, вот суть в том, что для взрослых это может быть более легко, а вот дети не любят вообще-то овощные блюда. Вот их надо приучать. Приучать с самого раннего детства. Но в целом важно все-таки не что, а сколько. Да. То есть важно научиться ограничить. Мы, конечно, проводим с ними школы, вот и всей семьей, что если яблоко, то чтобы не красное, не сладкое, а лучше вот там темирянка, которая более кислая, которая меньше сахара. То есть самое главное научить, как... Вот мы проводим по субботам и воскресеньям для детей с диабетом. Их же надо ограничивать в сахаре, да, вот в чистом сахаре. А так они могут есть такую же калорийную пищу, как и любой здоровый ребенок. Здоровый. То есть здоровое питание. Да, и мы их обучаем. Вот, например, мы берем, печем блины. Значит, печем блины. Вот положили столько муки, вот столько яйца, вот столько это. Вот это столько калорий. И получилось у нас 20 блинов, один блин будет вот столько-то калорий. И родители, и дети приучаются к тому, что это... Они считают, не просто, что вот я мало ем, кто-то мало ест. Я, например, люблю есть. Ну, это же такое наслаждение, вкусная пища, правда? Вот. Но... А кто-то дети накормить невозможно. То есть он не хочет, ни того не хочет, ни этого не хочет, да? Ну, их мало. А в основном дети любят сладкое, безусловно, конечно, сладкое, конфетка, мороженое. Значит, приучить, что мороженое – это праздник. А не каждый день. Наталья Георгиевна, вы хотели что-то добавить, мне кажется, да? По поводу взрослых. Конечно. Разумеется, здесь принципы немножко различаются у детей и взрослых. Валентин Сианна подсказки нам даёт, как с детьми работать. Но я уже какой раз не помню, напоминаю о том, что всё зависит от того, какие привычки в семье. Если существует привычка выставлять на стол каждый ужин несколько блюд, они обильны, и действительно привычка наших бабушек передаётся из поколения в поколение, потому что у них есть блокадное прошлое, военное прошлое. И это действительно сохранено ещё в российских семьях. И стимулирование ребёнка, ну, поешь побольше, даже как-то гипертрофировано, это, конечно, тоже создаёт определённое… У нас же принято, да, ни в коем случае не оставить на тарелке ничего, ни в коем случае там не… Ты обязан, да, есть всё, что вот у тебя хлебокусочек, это всё ещё по сей день у нас всё присутствует. Просто нужно уйти, я вот даже с коллегой, наверное, не соглашусь, мы всё-таки сторонники не диет, а мы сторонники того, о чём сказал Интин Сана, здорового питания. Любого продукта понемножку, если это будет маленькая порция, если это будет маленький кусочек гамбургера, это не принесёт вреда. Мы, например, в рамках нашего марафона здоровья, который проходил в течение полугода в прошлом году, мы делали на Масленицу блинные дни, и мы обсуждали с нашими друзьями, пациентами, различными сообществами, ну, как доставить себе удовольствие и не поправиться. И, разумеется, тут же после того, как мы покушали блинов, мы отправлялись в какие-то активные игры, какие-то танцы, ещё что-то, это праздник, это действие, действительно, какие-то вкусные продукты, они должны сопровождаться более активной физической активностью. И это должно быть на подкорке. И когда мы сформируем у наших детей понимание, что пища не должна быть средством достижения удовольствия, это очень сложно. Интин Сана абсолютно права, что покушать вкусно, это же так приятно, а ещё в стрессовой ситуации, а на фоне депрессии, а на фоне нынешней ситуации. Ну, как доставить себе ещё так легко удовольствие? Это самое доступное, одно из самых доступных, простых. Это самое доступное средство получения удовольствия. Если мы будем продолжать фиксировать своё удовольствие именно на этом средстве, мы так и будем продолжать жить в теле. и, конечно же, если мы создадим имидж в российском сообществе человека, даже не худого, я бы так сказала, это не, надо не перегнуть палку, то есть вот этот ЗОЖ, который я не поддерживаю, и обратная сторона бодипозитив, всё должно быть в меру, всё должно быть очень гармонично. И, конечно же, это в создании в сообществе средствами массы информации, государственными принятиями определённых постулатов на уровне государства, внедрения в различных образовательных учреждениях, как я уже говорила, и в различных культурах, даже в сообществе работодателей, что человек должен быть здоровым, он должен следить за своим здоровьем, он должен питаться столько, сколько необходимо реально ему для того, чтобы восполнить энергию, которую он потратил в течение дня. Более того, мы сегодня не говорили об этом, но я хочу напомнить, что это уже не секрет для всех, достаточно часто человек принимает за голод жажду. И наша культура потребления воды, именно воды, мы всё время с вами, Тин Саной, говорим о том, что это не сладкие напитки, не газированные напитки, это даже не сладкий чай, а прежде всего вода. В среднем 2-3 литра жидкости человек должен за день выпивать. Это улучшает его метаболический статус, это даёт возможность всем клеткам работать очень эффективно, и это даёт возможность предвосхитить чувство голода, которое часто расценивается, вот голодом оценивается, просто чувство жажды. Не хватает жидкости клеткам. То есть ни чай, ни кофе, ни первые блюда воды не считаются, правильно я понимаю? Не считаются, потому что это жидкость, но это не та жидкость, которую мы рекомендуем увеличивать в своем случае. Ну то есть 2-3 литра воды, это помимо чая, кофе, там, да? Ну, есть система расчёта для каждого человека, в среднем, плюс-минус, но лучше всего действительно потреблять воду, а не какие-то жидкие продукты, которые всегда содержат там какое-то количество углеводов, какое-то количество жиров. Мы говорим о воде как таковой. Наверное, последний вопрос, я задам, мы уже отчасти его обсудили, да, о том, что вот мне кажется, есть всё-таки такой стереотип, что, ну, ожирение, это вот такая всё-таки генетическая там вещь, да, что у полных родителей полные дети, и сегодня мы важный момент затронули, вот вы сказали о том, что именно генетически ожирение, это очень редкая вещь, да, то есть всё-таки всё зависит от пищевых привычек в семье, да, и это, видимо, наверное, вот очень важно всё-таки взрослым людям понять, да, что у меня там полные дети, не потому что я сама полная, и вот он родился, и, ну, деваться некуда, да, то есть вот, ну, что с этим сделаешь, а потому что нужно, наверное, что-то пересмотреть в рационе, да. Да, это действительно так, я говорила, что, безусловно, очень трудно бывает вычленить, вся семья имеет склонность к ожирению, это социальный момент, что они все привыкли одинаково питаться, одинаково много, с самого детства, вся семья там, вечером папа приходит с работы, только в 9 часов, он садится ужин, в хороший ужин, ребенок с ним еще раз ест, да, то есть с папой вместе, рядом, конечно, хорошо, вот, но, безусловно, генетика, она у каждого человека разная, и у одного человека быстро откладывается жир, а у другого человека быстро расходуется жир, поэтому есть люди, которые едят достаточно много, но не очень полнеют, есть люди, которые едят меньше, чем этот человек, который есть много, но они полнеют, это безусловно так, это никто, медики никогда это не отрицали, вот, но, единственное, что я уже говорила, при любой форме ожирения, уменьшение, вот, для этого человека, вот, его потребление, оно, самый, такой, радикальный способ избавиться от этого, он может, еще раз повторяю, генетически, действительно, у него очень быстро откладывается жир, вы даже посмотрите на всех людей, у кого-то живот преобладает, у кого-то, наоборот, плечи, грудная клетка, подпольщи толстая, у кого-то очень ноги толстые, то есть разные, мы тоже делим эти типы разные, по какому типу откладывается жир, то есть это же генетически, правда, вот, и поэтому и скорость расходования жира, и скорость откладывания жира, она, конечно, у разных людей разная, это другой вопрос, это вопрос очень интересный, глубоко изучается, и все прочее, но важно, что все равно при любом, для конкретно этого человека, если у него есть ожирение, он потребляет пищи больше, чем ему нужно, поэтому ее надо уменьшить, и это самый реальный способ, самый реальный способ бороться с избыточной массой тела, не набирать вес, если он чувствует, набирает вес, вот что-то так быстро ребенок набирает вес, значит, надо уменьшить, хотя другой ребенок съедается намного больше, но он не поправляется, наоборот, метаболизм. Да, это, конечно, другой вопрос, это разные вопросы, но самое реальное, для конкретно меня, вот это много. Но метаболизм, он же с возраста меняется, да, скажем, если у ребенка, у ребенка, ну, в детстве, пока он маленький, метаболизм быстрый, да, и он много ест, и сладкого много ест, и он худой, да, ну, вот как у меня, например, ребенок. Бывает, бывает. А потом же, если у него привычки такие сформировались, потом же этот метаболизм, он замедляется, да, уже, когда он, ну, ему будет 40 лет. это детей, которые много едят сладкого, и при этом худые совсем, почти не бывает, конечно, но я говорю, что при равных количествах съеденного, разные дети по-разному, безусловно. Понимаете, грудное молоко у матери тоже разное, у одной оно более сладкое, у другой нет, более жирное, все, вот, и один съедает, за присед, высасывает из груди 120, а другой всего лишь 80, да, мы это за всем, все это умеем считать, то есть, надо человеку доказать, что, вы знаете, вот, действительно, что мы не следователи, мы не говорим, что вы так вот, прям вот такая плохая мать, что вы его вот так вот откормили, да, мы говорим, что мы можем помочь, вы можете ему помочь, что то, что он съедает, именно для него много. Посчитайте это сами, не для меня, а для себя, и посмотрите, где вы, в общем-то, что можно уменьшить, и вы увидите, что он, там он печенюшку схватил, там он булочку схватил, там, но маме кажется, что он все равно мало, когда он сел, ест, он уже булочку съел, он уже шоколадку попробовал, когда он съел суп, то он не хочет его, а потом он еще пошел и сел за компьютер на несколько часов, и никуда не потратил, даже при том, что мозг требует большого количества глюкозы для работы, тем не менее, все-таки он откладывает все это в виде жира. А другой сидит за компьютером и худой, и не грызет, а не существует. Я уже говорила как-то некоторое время назад, существуют данные о том, что 60-70%, даже до 80% населения мира имеют риск развития ожирения. Есть гены, предрасполагающие по одному типу, по другому, есть нарушающие, нарушения генетические, очень редко, как уже сказал Валентин Сан. Существуют гены, которые предотвращают развитие ожирения. Есть целые народы, у которых, например, есть какие-то особенности. Но при этом проведено исследование и сравнили людей с предрасполагающими генами и протектирующими генами. И там, и там развитие ожирения при активной жизни, при малом употреблении продуктов вредных не развивается. То есть даже если у вас есть генетическая предрасположенность, с этим можно справиться в большинстве случаев. Ну, мы не говорим о моногенном ожирении у детей, которые действительно требуют очень серьезных генетерапий, и иногда бариатрические хирургии. Да, и рано надо обращаться. Не тогда, когда уже ему 20 лет, да, вот, по 100 килограмм, а тогда, когда вот он уже с малолетства начинает набирать. Ну, в общем, в целом, наверное, можно сделать вывод о том, что не надо бояться недокармливать, да, детей. То есть лучше недокормить, чем перекормить. Это если говорить о детях. Ну, и уж тем более, наверное, о взрослых, да. Себя-то точно лучше недокормить, чем перекормить. Ну, и, наверное, заниматься всем все-таки, как вы говорите, активным образом жизни, да, то есть больше двигаться, больше бывать на свежем воздухе. Конечно. И вовремя все-таки обращать внимание, да, на какие-то проблемы. И назидание в семье вот такого единения в активном образе жизни и необильном питании, это дает очень хорошие перспективы. Если мы в каждой семье и в каждом таком небольшом сообществе, большом нашем сообществе будем придерживаться этих принципов, то и привычки вот эти, пристрастия пищевые. И вы, наверное, замечали, что если исключаешь сладкие продукты из своего рациона, сначала очень хочется, а потом о них забываешь, и потребностей нет. Многие пациенты, переходя после разговоров с врачом на употребление воды вместо сладких напитков, вот у них есть пиковая стадия, когда хочу, не могу, а потом даже и не тянется. То есть рецепторная чувствительность, она тоже меняется, мозг привыкает. Важно выработать эту привычку. И она работает. Это как бросить курить, наверное, да, можно вот с какой-то зависимостью. Да, конечно же, приверженность к вкусной пище, это своего рода зависимость. Зависимость. Ее нужно переломить. Только не знаешь, как назвать, дурная привычка или не дурная. Если курьба дурная, то вот, просто, пристрастие вкусной пищи. Про привычку переедать мы обычно не говорим, как про дурную, да, хотя, по сути, она действительно, да. Наверное, стоит. Она опасная привычка. Да. Ну что же, спасибо вам большое. Мне кажется, это был очень интересный разговор, очень полезный, очень такой практичный, да, со множеством конкретных советов, которые пригодятся точно в каждой семье. Вот. Я вас благодарю за интересный разговор. Спасибо вам большое. Мы будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Я всех благодарю за участие, за тех, кто с нами был онлайн. И до новых встреч на площадке МИЦ известия. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова